С вами Сергей Цкоборовский и сегодня, друзья, я хочу сделать сравнение, проверить столовую с рейтингом 5 звезд против столовой без рейтинга. Так что, друзья, запасайтесь вкусняшкой, ставьте лайк, пишите комментарии для продвижения роликов. Если будет много комментариев, лайков, я буду снимать чаще для вас новые интересные выпуски. И смотрите, вот телефончик, гугл карта, вот, и вот эта столовка, это я уже смотрел, что тут по менюшке. Короче, вот название, столовка, 5 звезд у них рейтинга, работает до 20.00. Сейчас мы будем заходить сюда, вот, адрес Героев Днепра 41, это на базаре где-то находится эта столовка. Так понимаю, все сотрудники, наверное, питаются, ну и посетители, поэтому летим туда, а вы, ребят, насыпьте комментариев и лайков. В общем, будет интересненько. Так, в общем, ребят, нашел вот эту столовую, что там, крем-суп, мясо-гриль, вареники, пирожки. Короче, первое, второе, вот смотрите, как называется, столовка. Вот такая вывеска, работают с 8 до 7, вот, так что будем заходить, сейчас посмотрим, что есть. Здравствуйте. Доброе утро. Так. Мужка, борщ, супи, перша, другая, так, 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 так. А что у вас на перше есть? На перше суп горохоли, супер-мешеновый, розсольник и борщ зеленый. Так. Давайте рассольник, будь ласка. Даю. Угу. Сейчас, сейчас, можно одну котлету? Я вибачаю. Да, добре, добре. Да, да. На второе у меня гречка, пюрешка. Ага. Котлеты домашние, это свинные котлеты. Котлеты, курина, биток и печенька курина. Ага. Гречка и... И пюрешка. И пюрешка, да? Да. Хорошо разговаривается. Ага. И перец. Давайте пюрешку. 25, да? Да. Так. А по котлетам, отбивник, что есть с мяса? Вот я жарила котлеты свинные. О, давайте. Курины. Котлеты все по 45 гривен. Ага. Ну давайте свину тогда. Даю сейчас. Сейчас, одну секунду. Я заберу эту. Да, добре. Они мне разом жарились, потом одну не жарят. Добре. А по напоям? Узвар есть? О, узвар, добре. А сколько стоит? 20 гривен. 20 гривен. Я хочу вас тоже. Добре. Я мою руки и я вашу. Да, добре. Так. 65 плюс 45 плюс 25 и плюс 20. 20, 155 гривен. Добре. Прямо это. Да. Правильно. 65, перши, 25, пюрешка, 45, котлеты и 25. 155 гривен. Так, в общем все. Так, Влад, а я сейчас посмотрю на салат ешьте. Сладно? Спасибо. И так, в общем все. Буду кушать. Смотрите какая у меня красота. На первое. Я взял вот такой вот рассольник. Так, давайте посмотрим. Ммм. С мяском, да? Рассольник. Ну а как же? Свинина, да? У рассольника свинина. Свинина базарная, не морозильная. Понял. Котлеты тоже из свинины базарные. Угу. Так. Пробуем. Ммм. Ммм. Вкусно? Так. А сипали салат? Чувствуюся хорошо огурцы. Так, я попробую. Так, пожалуйста. Ну что ты послужишь? Ну что ты послужишь? Ну что ты послужишь? Попробуем наса. Возьми. Ммм. Ну что, подобаетесь? Угу. Будете казать людям, что мало ли? То есть может не знаю. Да, да, добре. Дякую. Смачного усіма. Дуже смачно. Ммм. 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 Порцы, в принципе, не маленькие. Тарелка большая. Вкусненько. Вот. Смотри, сколько картошки. Там крупы немного есть. Морковка. Овочи. И огурчик. Во-первых, очень сытно. Тут просто навыляешься опять. Ммм. Вкусная зелень. Отпробую с варом запить. Угодный. Два зеренца там. Вкусно? И второе. Это у нас пирожка с подливкой. Морковка и лук с зажарочкой. И зажарочка сделана. Полита подливочкой. Ммм. И вторая очка 25. Сейчас подарю 45. А вот еще дать. Вот второе – 700 гривен. Плюс из вар 90. Если это чисто второе – 90 гривен. все равно декорно вот порции не маленькие можно нормально еще как это из свинины из настоящей свинины как я скажу вам как это мне напоминать домашнюю домашнюю еда по низку прям такая знаете лайковая атмосфера все так по-домашнюю хладненько 25-45 кузовар 20 вот скажу вам внутри котлету вот стоящая свинина видите даже косточкой чуть попадаются вот и узваримся закрываем как раз горячая тушишь холодным порции огромные бомба вкусненько обалдеть все пошли на улицу подведем итоги в принципе есть салфетки соль перец и зубочистки дякую его чем все уже покушал столовка найти такая домашняя атмосфера я вам скажу порции не маленькие котлета большая прям свиная чувствуется свинина даже попалась косточка сотрудницы говорят что именно свинина с базара вот за весь комплексный обед я заплатил 155 гривен это получается первое у них по 65 пюрешка 25 узвар 20 и котлеты у них свиные куриные так понял по 45 грн в общем в принципе цена средняя я не скажу что это принципе дешево но и недорого 155 гривен это как бы нормальная цена потому что порции огромный так что в принципе доволен что вот так вот вкусно пообедал столовка находится сразу возле входа если вы будете заходить на базарчик вот так вот заходите вот это вот здание обходите вот и все сразу же попадаете в столовку вот смотрите где-то находится герой днепра остановки маршруточки базарчик заходите прямо в этом здании обходите его и там это столовая теперь моя задача найти столовку которой нету на карте которая без рейтинга и сравнить отличаются ли цены и качество продуктов так что погнали в машину и будем лететь в следующую столовую приехал я на следующую локацию смотрите на карте лугова 13 никакой столовки нету а по факту есть работают с 11 до 15 вот сейчас мы зайдем посмотрим что это за столовка подписчик писал что вы цены дни а дешевые так что заходим внутрь заходим подписчиков . нашу на селёдочка клетки макарошки Потом лукцы. Добрый день. А можно, будь ласка? Я не буду в единичном. Хорошо, я вас не буду в единичном. Закумайте, не прикаляйся. Доброе, доброе. Так, в общем, все. Забрал заказ. Взял супчик, картошки, макарошки. Вот с жарочкой вот такая на первое. Кстати, цены очень дешевые. За весь обед я заплатил 55 гривен. Это первое. Второе – котлета. Салатик взял. Потом селедка с луком. И, соответственно, чай. Так что, давайте попробуем этот супчик за 3,90. Видели где-то такие цены? Теплый, хороший, легенький. Вот. И зелень немного есть. Вот таких цены я еще не видел. Доедаем макарошки. Будем приступать к второму. Так, на втором раз. Макарошки и котлетка. Давайте посмотрим. Что это котлетка? Так, внутри грибы. Прямо внутри это, как, знаете, котлеты по-киевски. Только там получается масло, а тут грибочки. Так, давайте попробуем. Эту красоту. Слушайте, ну, легенькая такая, вкусная. В жареном масле. Вкусненько. Холодный чай. С лимоном. В принципе, сейчас же лето. Чем горячее пить так? Холодненько. Вот. Там у нас был взвар, а тут у нас холодный чай. Наемся ли я этой порции? Однозначно да. Она здоровая. Вот, если брать полноценным обедом, то это сытно. Давайте закусим салатиком. Вот такой салат. Тут капуста и огурцы. Вот. В прикусочку вот так вот. И чайком запивать. Холодным. Вот так вот тут столовую, глядя, столики. Вот столики. Чистые, новенькие, видите. В принципе, хорошая столовая. Тут, так понимаю, сотрудники завода питаются. Потому что цены очень дешевые. И мы закусим эту вот селедочку. А, это не селедка, это скумбрия. Скумбрия с луком. Не знаю, зачем я ее взял. Капец. Такое не люблю. Ладно. Поели. И уходим. Так, в общем, все. Выходим мы из столовой. Работает она с понедельника по четверг. Вот с 11 до 15. Вот. Вувая 13. Тут возле завода, возле каравана. Короче, недалеко от меня. Поэтому я сюда и заехал. Вот этот вот весь полноценный обед мне обошелся 55 гривен. Там без пяти копеек. 54,95. Вот. 55 гривен. Полтора доллара за полноценный обед с компотом. Я таких цен не видел. Ребят, так что вот такой вот обед. В принципе, делайте выводы. Вот. Мне и первая столовая зашла. Там было очень вкусно. А тут очень дешево. Так что, друзья, я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если это так, тогда поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И напишите несколько комментариев, какой бы выпуск вы еще хотели видеть на моем канале. И я, соответственно, для вас его сниму. В общем, всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Всем, ребят, пока. До новых встреч. Продолжение следует.